Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим очень простое, полноценное второе блюдо. Для приготовления нам потребуется 230 грамм пшеничной крупы, 700 миллилитров воды, чайная ложка соли. На гарнир у меня будет в основном блюде, это котлеты с грибами. Для котлет потребуется 500 грамм мясного фарша. Я взяла 50 грамм сушеных грибов, залила их холодной водой и у меня получилось 150 грамм после того, как грибы разбухли. В принципе, можно взять 150 грамм свежих грибов, одно яйцо, небольшая луковица весом 100 грамм, черный молотый перец и соль. Итак, нам необходимо измельчить лук и грибы. Если вы будете брать, как я, сушеные грибы, то замачиваем их в холодной воде минимум часа на полтора-два. И теперь измельчаем с помощью погружного блендера или кухонного комбайна в мелкую крошку. В итоге вот такая мелкая каша должна получиться, но очень ароматная. К грибной смеси добавляем фарш, добавляем яйцо, соль добавляем по вкусу, я добавляю чуть больше чайной ложки, добавляем примерно 1 третью чайной ложки черного молотого перца и все хорошо вымешиваем. Фарш необходимо предварительно отбить, то есть полностью фарш поднимаем и кидаем. Так он будет более плотный, выйдет лишний воздух и котлеты у нас не будут развариваться. Теперь влажными руками формируем небольшие котлеты и выкладываем их на корзину пароварки. Итак, вот такие котлеты у меня получились. Теперь промываем крупу. Промытую крупу выкладываем в чашу мультиварки, заливаем холодной водой, соль добавляем по вкусу, я добавляю чайную ложку, добавляем, сверху устанавливаем корзину пароварки и закрываем крышку. Готовить буду на режиме рис крупы, здесь у меня автоматическое время, у кого есть режим экспресс, то же самое в принципе, как только вся вода выпарится, блюдо будет готово. Если у вас режим просто рис крупы, тогда около 40 минут этого времени хватит, чтобы приготовились и котлеты, и каша. Время истекло. Вот что получилось. Котлеты готовы и каша тоже готова. Мне очень нравится в этой мультиварке корзина пароварки. Здесь сделаны дырочки, за которые можно подцепить и легко снять эту корзину. Вот такая каша получилась. При желании сюда можно добавить еще сливочного масла, но учитывайте, что с котлет тоже сюда натекут жир, то есть каша не сухая. Вот так котлета выглядит в разрезе, и как вы видите, в ней очень много грибов, и грибы отлично сочетаются с мясным фаршем. Котлета получается сочной, мягкой и очень ароматной. Второй рецепт. Мы приготовим необычные тефтили с чечевицей. Для приготовления нам потребуется 400 грамм фарша. Я взяла говяжий, можно взять любой фарш. Полный мультистакан красной чечевицы, это 130 грамм, 150 грамм сметаны. Сметану лучше взять не менее 20% жирности. Одно яйцо, крупная долька чеснока, 100 грамм лука, 20 грамм сливочного масла. Специи можно брать любые. Я взяла смесь перцев, мускатный орех и паприку копченую. Также нам потребуется соль и вода. С помощью кухонного комбайна или погружным блендером измельчаем лук и чеснок в пюреобразную массу, ну или совсем-совсем в мелкую массу. Добавляем сюда фарш, добавляем яйцо, добавим сюда соль. Я добавляю полторы чайной ложки, так как я добавлю еще чечевицу. Добавлю немного смеси перцев, добавляю чайную ложку паприки и все хорошо размешиваем. К фаршу добавляем промытую чечевицу. Еще раз все хорошо перемешиваем. Готовый фарш необходимо отбить, то есть просто берем, поднимаем и бросаем. Так необходимо сделать 7-10 раз. Фарш станет более плотный и во время приготовления не развалится. На дно чаши выкладываем кусочки сливочного масла. Кстати, можно выкладывать топленое масло, тоже получится очень вкусно. Влажными руками формируем небольшие круглые шарики из фарша и выкладываем поверх масла. Сверху выкладываем всю сметану. Вместо сметаны можно использовать 20% сливки, примерно 250 миллилитров. Добавляем немного мускатного ореха и добавляем холодную воду, 160 миллилитров. Примерно пол чайной ложки соли или соль по вкусу. Соль можно размешать в воде, можно посыпать сверху. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме тушения 50 минут или на ручном режиме при температуре 110 градусов 40 минут. Через 40 минут блюдо будет готово. Время истекло. Вот что в итоге получилось. Вот так выглядит все в разрезе. Благодаря тому, что мы добавили паприку, мясо получилось не светлым, а таким достаточно приятным, желто-красным. Подавать это блюдо лучше с салатом из свежих овощей или просто со свежими овощами. Получается очень вкусно, сытно, готовится просто. Третий рецепт. Мы приготовим ежики на пару. Для приготовления нам потребуется 400 грамм мясного фарша. У меня смесь свинины с говядиной. 160 грамм круглозерного риса. Я беру рис для плова. Две дольки чеснока. Крупная луковица весом 150 грамм. Соль и смесь перцев. Рис предварительно не отваривая, просто его заливая крутым кипятком и оставляя на 10 минут. Лук и чеснок с помощью погружного блендера или кухонного комбайна измельчаем в пюреобразную массу. К измельченному луку с чесноком добавляем чуть больше, чем пол чайной ложки смеси перцев. Можно заменить на черный молотый перец. Добавляем фарш. Соль добавляем полторы чайной ложки. Не забываем, что у нас еще будет добавлен рис. Риса беру много. Эти ежики будут без гарнира, то есть просто овощи в комплекте будут при подаче на стол. И добавляем рис. Обязательное условие. Рис берем круглозерный или средний зерный. И дадим ему постоять в кипятке минут 7-10. Этого достаточно. Все хорошо перемешиваем. Можно сразу руками. За 10 минут вода в рисе остыла. Ну, такая тепленькая стала, поэтому когда я смешиваю с фаршем, рис практически не горячий. Обязательно необходимо все хорошо вымешать, чтобы соль, специи, лук, чеснок все распределилось равномерно. Когда вы начали вымешивать фарш, вам может показаться на первоначальном этапе, что фарш жидковат. Но потом, видите, он встает все гуще и гуще. Итак, рис я промывала всего на один раз, потом залила кипятком, воду слила и добавила. В рисе много крахмала. И во время приготовления ежиков рис будет выступать вот таким еще связующим звеном, чтобы у нас не распались ежики. В мультиварку я налила 1,5 литра воды. В этой мультиварке на режиме пароварка очень активно испаряется вода, но в принципе достаточно будет и 1 литра. Для аромата я добавляю 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца. Сверху устанавливаю корзину пароварки. Влажными руками формируем достаточно большие ежики и выкладываем их на корзину пароварки. Примерно они должны быть все одного размера. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме пароварка, пар, варка на пару. У всех называется по-разному. Выбираем вид продукта мяса. Нам необходимо, чтобы за это время приготовился и рис до конца, и фарш был полностью готовым. Ежики у нас крупные, поэтому 55 минут будет достаточно. Нажимаем старт. Через 55 минут блюдо будет полностью готово. Если у вас отсчет времени начинается не сразу, достаточно будет 45 минут. Время истекло. Вот что получилось. Итак, смотрите, ежик я разрезала. Видите, внутри он тоже полностью приготовился. Мясо полностью приготовилось. Рис набух, полностью проварился. И сами ежики получаются очень нежными и вкусными. Дети такие ежики едят с большим удовольствием. Ну что, вот такие замечательные большие ежики получились. Это полноценное второе блюдо. Рис выступает в качестве гарнира. Ну и, конечно же, фарш. Это мясная составляющая. Подавать его лучше с овощным салатиком, с тушеными овощами. У меня сегодня салат из свежих помидоров и из жареных кабачков. Вкусно, просто, сытно. Мне с детьми достаточно одного такого большого ежика. Мужу я на порцию кладу два ежика. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!